Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала Странам Мурляндия. Меня зовут Оксана и я начинаю свой обзор на 4 видео Самвела Адамяна. Первое видео. У Виталика и Тани собираем урожай. Самвел и Коля приехали к Виталику, который будет перестилать вздутый пол в доме усытников. У Виталика, ребята, обалденная красота. Образец для подражания. Наши любимые блогеры ходят по участку Виталика и разглядывают все фрукты и овощи. Самвелка увидел кукурузу и говорит, что никогда не видел, как она цветет. Ребята, вы ему верите? Он ведь родом из деревни Дмитровки. Мать-агроном ничему его не научила? Я этого не понимаю. Я также росла в селе и прекрасно знаю все огородные растения. Самвел потрогал каждый помидорик и говорит, что пока не потрогаю, не поверю. Ребята, вы помните, я вам объясняла, почему Самвел познает мир на ощупь. Он все воспринимает не на вкус и цвет, а только тактильно. Пока Сева нарвал гороха, Коля прикормился малинкой. Прямо с куста. В целом мне очень понравился их домик и их участок. Все очень красиво. Такие красивые цветы. Просто обалдеть. Вот в каком надо домике жить, ребята и девчата. Ну, конечно, там много и труда приложено, но зато это райский уголок. Также у них есть спуск в речку по ступенькам и никакого бассейна не надо. Что еще надо для счастливой жизни? Ну, правда, есть и змеи. Иногда греются на камушках. Да, Виталик это настоящий хозяин. Золотые руки. На этом видео окончено. И второе видео называется «Куда делась тумбочка с подарком?» Подарок имеется в виду Внутри тумбочки кто-то живет. Самвел рассказал, что Когда тумбочку грузили в машину Они увидели, что ножки у тумбочки Погрызаны каким-то жучком. Я в шоке. Он поставил тумбочку в подвале на Кырла Мелла И боится распространить эту заразу. Смотри, Самвел, чтобы этот жучок не съел твой секретер и картины. Если софус грызет, то не жалко. Ее давно уже надо на помойку выкинуть. Далее Самвел качается на детской качельке. Визжит от удовольствия. Ему классно. Ну, ладно, Сева со своими 88 килограммами. Но колясик куда на таких тонких веревочках повис. И спрашивает, а на сколько она рассчитана? Самвел говорит, Коля, не рискуй, а то выкорчеваешь весь виноградник. Люди годами растили, не виси на качельке. Виталик сказал, что на 100 килограмм рассчитано. И Коля быстро подскочил, ведь он весит больше. И тут закричала какая-то страшная птица. Но этого даже никто не заметил, потому что были все увлечены малинкой. Коля горстями срывал эту малинку и пхал себе в рот. Пока Коля окучивал чужую малину, Самвел пошел полазить по загашникам. Далее Виталик подвесил королевскую качельку, плетенную в стиле макраме. Самвелка сидит в ней, как курица на насесте. И Виталик раскачивает его на этой качельке. Таня везде развесила кашпо с красивыми цветами. Самвел восхищен ими. Говорит, что если бы что-то называлось канвалия, то это вот это называлось бы канвалией. Вот эти прекрасные цветы. Даже дотрагиваться до них боязно. О, философ! Потом слышу. Ба, чей-то голос знакомый. Кто заговорил голосом Андрея, не поняла. Смотрю, сытник собственной персоной нарисовался. И все едят вареную кукурузу. Сева зовет Андрея есть чужую малину прямо с куста. И показывает, как все растет и благоухает. Правильно. Посмотри, Эндрю, каким должен быть огород. А не то, как у тебя чистокол нагородил посередине двора. На каждом огурце. Ну просто жесть. Андрей ходит, конечно, говорит, тут ничего лишнего нет. Все ему нравится. Ну еще бы. На этом видео закончено. Третье видео. Мама-пожарник еле поднял. Самбыл поднимается по лестнице к матери на пятый этаж. Говорит, что расстроился из-за комментариев про футболистов. Ему сказали подписчики, что тогда ему и петь не надо. Я могу сказать, говорит Сева, что я себя адекватно оцениваю в пении. Я могу петь и за рубежом. Все то же самое. И с таким же успехом. Хоть власкало. Моего голоса для вторых партий больше, чем достаточно. А сам голос у меня качественный. Поэтому всем тем, кто рядом со мной поют первые партии, надо тренироваться, чтобы было слышно, как меня. И понятно. Но здесь я с ним согласна. У Севы прекрасный голос, прекрасная дикция. И он перфекционист во всем, что касается работы, пения. И в этом он молодец. Здесь вот сто процента я с ним согласна. Но еще больше мне нравится, как поет Леша. Его я готова слышать сколько угодно. Далее заходит к матери. Там громыхает музыка. И торчат голые мамкины ноги на диване. Самбел привез ей мыло, о котором она ему прожужжала все уши. Смотрит в холодильник и арбуз. Половина шупечка уже съела. Он пытается ее разбудить. Мама, мама херяма, проснись. Господи боже мой, уже кричу, ору ором. А она спит в лифчике, в трусах и в шляпе. Это жесть. Далее Самбел рассказывает, что ему звонил Пэдди Гри. Она шо-шо? Звонил, говорит, Пэдди Грипал. А кто это? Ну, Эдик звонил. Это он так Эдика любовно зовет. Пэдди Грипал. Я с него не могу. Это точно Пэдди Грипал. Едет Эдик в Ставрополье смотреть домик. Хотят туда переехать жить. Там все-таки родичи. Маманя очень даже рада, что он будет поближе к ней. Она предлагает Самбелу покушать и дает ему куриную ножку. Сева кушает куриную ножку. Мам, по-моему, она пропала. Не-не, я свежее варила. Ты что, смеешься? Да где ж свежее уже три дня? Да в холодильнике ты что, не пропадет, зайчик? Ты шо, я же дивлюся. А хочешь котлеток? Тоже свеженькие. Эти котлетки она делала еще неделю назад, честно говоря. Тоже свеженькие. В холодильнике ж не пропадут. Так что запасайся, Самбелка, таблеточками, фильтрум. Далее они рассуждают, чем лучше Ставропольский край, чем Башкирия. Татьяна Васильевна рассказывает, что ей понравились улицы, широкие. Самбел говорит, а в Башкирии что, узкие? Татьяна Васильевна говорит, что ей ближе армяне, чем Башкирия. Самбел говорит ей, ну а что тебе татары должны быть ближе? Это мусульмане. Мы же армяне. Но ты-то нет, а мы-то наполовину армяне. Самбел выходит из квартиры, а мать ему вдогонку на лестничной площадке кричит. А я видела, как ты, Свете, покупал и платья, и красивые бусы. Это кто? Ты покупал, да? Ребята, какая она меркантильная. Готова уже босиком по земле бежать, лишь бы все вынюхать у Самбела. Потратил ли он какую-то копейку? Что вы, ее так разбирает от этого. Босиком выскочила на лестничную площадку. Ой, кошмар. Ну и пока Самбел спускался до входной двери, все время раздавался крик шупички на весь подъезд. Далее он в магазине показал, что ваниш продается здесь дороже, чем они купили. Потом быстренько перескочил на игрень. На игрене Коля уже режет желтые помидорчики. Они очень вкусно, аппетитно выглядят. Потом он резко опять находится у шупички в квартире. И принес ей такие же желтые помидоры от Виталика. И морские водоросли из посылки. И опять он выходит в подъезд и слышен трындеж шупички до самого первого этажа. Самбел рассказывает зрителям, что он взялся за питание. Решил не обжираться, не нажираться и походить. На этом видео закончено. Четвертое видео. Из Израиля пришла посылка, что сортом. Самбел расположился на своей тахте и раскрывает посылку от Маргариты из Японии. Он предполагает, что он когда-нибудь поедет в Японию. И они вместе с Маргаритой посмотрят, как цветет сакура. Достает из посылки листья морской капусты. Объясняет, что их можно есть, как будто люди их ни разу не видели. Мы, например, едим их каждый день и делаем из них роллы и суши. В каждом магазине у нас это продается. А Самбел как с голодного края сбежал. Неужели на Украине такого не продают? Далее он достает какую-то коробочку и говорит, что он покажет нам такое, что мы никогда в жизни не видели. Не знал, как ее открыть. Трес, трес. Она рассыпалась. Из нее посыпались какие-то шампуни или чистящие средства. Самбел так и не понял, что это такое. Также ему прислали красные свечи. И он показывает свои черные, которые страшным образом повисли на подсвечнике. О чем это говорит? Самбел вместе с Колей полдуют. А зачем тогда им черные свечи? Именно для этого, наверное, они приманивают зрителей черной магией. И это не шутки. Также в посылке были носки с разделенным пальцем для вьетнамок. Ну, я такие первый раз вижу. Потом достает открытку и читает поздравления себе на день рождения. Красивая открыточка с вырезанными бабочками. Он показывает ее Томасу и восхищается бабочками. Потом он читает на пакетике Blue of London и говорит, Это же переводится, как «Голубой ударился об Лондон». Хе! Достает соль Хербамаре, пробует на вкус и говорит, О, соленая! Да, Сева, соль, да еще и соленая. Скажи спасибо, что не сладкая. Потом достает картину с янтарными камушками. Смотрится красиво. Он говорит, картина написана на картоне, но его, конечно, ничего не впечатляет. И он собирается отдать ее матери. Хорошо, что не наигрень. Дальше он говорит, что картина, висящая над его кроватью, вибрирует от трамвая. И надо же, во всех гостиницах он поправляет эти самые картины, а у него над головой картина каждый день висит криво. Можете себе представить, это же так действует ему на нервы. Маргарита наложила целую кучу пакетиков и упаковочек в свою посылку. Они ему совсем не нужны, и он собирается все повыкидывать. Люди, не захламляйте вы его квартиру. Не шлите вы ему никаких посылок. Далее Самвел садится на свою софу и делает вид, что почему-то пропал звук. Он везде, главное, есть, но изо рта ничего не извлекается. Никакого звука. Можете себе такой представить. Артист Сева делает вид, что он говорит, но звука нет. Но тут он напросто хилился, потому что каждое его движение, шевеление, стучание издавало звук. Не было звука только изо рта. Это что, он лоханулся или специально рубит контент? Потом он берет Томаса, целует на ручках, как маленькую ляльку. Потом он опять делает вид, что что-то говорит, рассказывает, а звука нет. Но каждое шевеление его слышно. Ой, Самвел. Наверное, он нас просто разыгрывает. Потом он дарит Коле присланную Маргаритой открыточку. И Коля играет с этой открыточкой, как маленький ребенок. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. На этом мой обзор заканчивается. Ребята и девчата, пишите свое мнение о новых видео. Самвела Адамяна. А я не прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч.